Собаками Уроженцы других городов Поскольку все-таки Москва Это город собачий Я не буду говорить о том, что здесь Первая выставка прошла в Манеже Это в общем достаточно известный факт Охотный ряд Ну вот например Владимир Алексеевич Гилеровский Писал, что Именно Фокстерир по кличке Мальчик Освободил охотный ряд От нашествия крыс И потом этого мальчика передавали От одной лавки к другой Ну а в начале 20 века В начале Извините пожалуйста В 20-х годах прошлого века Здесь недалеко на театральной площади Проходили так называемые Собачьи парады То есть люди со служебными И охотничьими собаками Показывали своих питомцев Кстати говоря, если мы заговорили О парадах То уже пора на этой сцене Появиться нашему Главнокомандующему Основатель и идеи Руководитель И конечно же Мой друг Господин Николас Пейра Дорогие друзья Остается неизмене Принципы справедливости Просрочена система оценок Поэтому наш рейтинг Пользуется доверенно И с каждым годом Вызывает Всев больший интерес Как и прежде Мы стремимся отметить Лучших Собочек Профессиональных Практикующих Практикующих Ветеринальных Врачей Прюк для собак Собак Поговорений Собак Терапевт Монатоний Спасатель И представитель Ведомости Все мои Здесь Присутствующие Люди Разные Профессии Но в то же время Мы Едины Своими Любыми Собаками Собаки Это наше Увлечение Хобби Работа Большая Часть Нашей жизни Это дает нам Не только радость Но и накладывает Определенную Ответственность Ведь перед Современной Теремиологией Стоит Северя Проблем Решить Которые Мы можем Только вместе Сотрудничая И поддерживая Друг друга В этом Заключается Еще одна Цель Нашей проекта Наладит Взаимово Общение В этом году При поддержке Агентства Теремиологических Инициатив Мы вновь Проводим Конференцию Которая Является Открытой Плошадкой Для диалога А сегодня Здесь мы рады Приветствовать Министерство Обороны Российской Федерации Пограничная Служба ФСБ Россия Федеральная Служба Воист Национальной Гвардии Российской Федерации Федеральная Таможенная Служба Россия МЧС Россия Отряд Воронтер Поисково-спасатель Служба Город Москва Ассоциация Практикующих Ветеринарных Врачей Учебный Кинологический Центр собаки Помощи Инвалид Фонд Помощной Бездомной Животной Я Свободен Я хочу поблагодарить Администрацию Гостиницы Фор Сизон За Мед Фрэнди Медиапартнер Журнал Our Dogs Друг ZoInform ZoGurier Dogwinners Видеопортал Оживотный Кот Хочу Обратиться К нашему Комитету Спасибо Ребята За вашу Работу И поздравляем Победителя 2012 Года И желаем Удачи В этом году И конечно Мы благодарим Наши главные Партнеры Компании БАРТ Официальный Дистрибутер Вэльнис Который Уже Три года Блиян За Партой Спасибо Уважаемые Дамы и господа Я прошу Подняться На эту сцену Ирину Викторовну Головченко Генерального Директора Компании Валта Пэпродокс И Анатолия Михайловича Головченко Финансового Директора И акционера Компании Валта Пэпродокс Давайте Поприветствуем Аплодисментами Компания Сосредоточена На процветании Каждого Из 25 тысяч Клиентов Доверяющих Ее Высокой Экспертизе В ассортименте Компании 75 Всемирно Известных Брендов 40 из которых Компания Реализует На эксклюзивной Основе Эритра Вы должны Что-то сказать Причем Обязательно Добрый вечер Николас Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Дорогие друзья Мы счастливы Что Наконец-то Мы Присоединились К такому Прекрасному Проекту Который Был задуман Николас Санда И его командой И Так здорово Воплощается В течение Уже трех лет И сегодня Придя И видя Такие Замечательные Лица Увидя Как собаки Там тоже сидят И ждут Я понимаю Что наверное Только ради этого Столка затеять Этот конкурс Потому что Ну не всем не секрет Что собачники Заводчики собак Они очень азартные И поэтому Они посещаются Таким вдохновением Такое количество Шоу Соревнуются Выигрывают Радуются Огорчаются Победом И возвращаются Делать свою Тяжелую работу Путь к успеху У каждого Человека Он наверное Индивидуален Но всех Заводчиков Объединяет Наверное Один секрет И имя Этого секрета Очень упорный Добросовестный Труд И два дня в день Это Преданность Своему делу Это наверное Несение миссии И миссия Наверное Вы наверное Об этом не задумывались Но миссия ваша Это борьба с одиночеством Вы представляете Какое количество Людей вы спасаете Даря им Вот этих вот Домашних любимцев Да Сколько И пожилых людей И молодых людей Сколько семьи Становится счастливым Когда в их доме Появляется Маленький Маленький друг И Для Заботчиков Со стажем Наша компания Уже давно Хорошо известна Вам известны Программы Широкие программы Поддержки Которые мы оказываем Вашему Профессиональному делу И здорово Что в зале Я сегодня Увидела Очень много Знакомых Лиц И тоже Очень здорово Что в профессию Приходят Молодые Молодые Заводчики Молодые Кинологи С новыми Идеями С новыми Амбициями Наверное И помогают Все это дело Ну как бы Драйвить Не задухать Это по нашему Общему делу Но все-таки Я бы хотела Попросить Ваше внимание На маленький ролик Это не так Что наш компания Достигла За 24 года Нашей непрерывной Работе И нашим мести На благо Наших домашних Любимцев Сейчас Рина говорит о миссии Валтопед-Нады. Кроме того, что уход за питомцами в России было практически невозможно. У источников компании стояли 12 человек. Нас объединяла мечта – создать сотрудничество, сотрудничество, чтобы вместе делать жизнь домашних питомцев здоровыми и счастливыми. Мы просто вспоминаем, что мы сейчас в Лосква, в центре Лосква, в четвертый сезонный отел, проживая лучшие российские рейтинг. Кризис 2008 года был особенно непростым для баллов. Мы бережили расставание с Брэндом Киллс, но нас поддерживали наши первые игры с Заборчиком. Практически все остались с Балдейки. А еще в апреле клуба надежного паркура в лице бренда «Гигануба» и «Якс». Восемь лет успеха. В 2014-м открыли для российских заводчиков суперремиальный гармон для кошек и собак в море. Сегодня программы клуба Заборчиков «Балд» наступят в 50-ти городах России. Более 65-ти игровых бренд для комфортной работы с Заборчиком и счастливой жизни питомцев. В 2019-й год объединяет 13 500 замочиня и 10 городах России. Ваши игры поддерживают наши главные достижения и гордость. Спасибо, что вы с вами. Вместе мы создаем будущие. Для вручения сертификатов и благодарственных писем от имени клуба Заборчиков «Гвалда» мы приглашаем на сцену Попову Валентину Ивановну, питомник Филисиди Браш, город Москва. Шип Виктория Александровна, питомник Шип Лай, город Ярославль. Аспорт Анастасия Михайловна и Пасханова Сергея Федоровича, питомник Мачапы, город Дверь. Вручение проходит Ирина Пикровна Головченко. Генеральный директор компании «Гвалда Портонус». Вручение проходит Ирина Пикровна Голдовича. Вручение проходит Ирина Пикровна Голдовича. Конечно, я благодарна этому моменту, что мы можем здесь, отдав нам намерка вашей прекрасной профессии. Это действительно профессия. И вашей прекрасной работе с гордостью пригласить вас на эту сцену, как наших самых, наверное, преданных, во-первых, фантастических заводчиков, производителей великолепных собак-чемпионов, люди доброй души, фантастического настроения. И вот все эти наши двадцать лет, которые были непростыми, это правда. Но у нас... It's just a bit too loud here to... Вы были с нами. Вы нас всегда поддерживали. Вы наш амбассадор. Вы те, кто помогает нам превращать, делать этот мир добрее и реализовывать нашу миссию. Спасибо вам огромное. Низкий поклон. Низкий поклон. Низкий поклон. Спасибо огромное. Вас ждут фотографы. Ну что ж. Визитные карточки предъявлены. Первый рукопожатие есть, формальности уложены. Я имею ввиду победный, утолён. И мы можем переходить к самому волнующему. Самой волнующей части нашего сегодняшнего вечера. Награждение лучших собак по версии Best Russian Dog 2019. Первой номинацией рейтинга «Лучшая собака в группе порог» предъявляют победители каждой из десяти групп Международной классификации порог Международной кинологической федерации ФЦИИ. Итак, поехали! Первая группа порог – пастушьи и скотогонные собаки. Внимание на экран! Это просто перед первым роликом оно всегда так. Вот перед первым вы же понимаете. Небольшая заминка должна всегда произойти. Я здесь. Спасибо, друзья, что вы поддерживаете нас. Спасибо огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ Вообще для меня очень… Если честно, я волнуюсь, правда. Вот вы, наверное, кто вот меня знает, а в зале достаточно много людей, которые знают меня лично, чувствуют, что я немножко волнуюсь. И я этого не скрываю, потому что на самом деле мне очень приятно находиться здесь, в этой компании с этими людьми, потому что здесь находятся лучшие из лучших. И я надеюсь, что небольшие технические заминки вы строго судить не будете, дорогие друзья. Итак, первая группа. Пастушьи и скотогонные собаки. Давайте мы сделаем следующим образом. Я уверен, что сейчас наши технические гении всё исправят. Ну, согласитесь, первый блин, он должен быть комом. Я надеюсь, что владельцы и Хейнглера, а человек хотели собаки породы Шитберге, на нас не обидятся, и мы этот ролик обязательно покажем чуть-чуть попозже. Уважаемые дамы и господа, на сцену приглашается Куракума Дакстар Сыщевки. Породы Шитберге, Демилю, скоро исполнится 4 года владельцы Елена Грушкинская и Адна Королина. Заводчик Далон Багестер, Кэнглер Ольга Шмелёва. Давайте, показывайте на всего его просраться. А я расскажу о его достижении. В 2019 году эта собака побеждала в группе на выставках. Невские победители. Кубок Уперкаев. Господин Великий Новгород. Псковский сувенир. Балтийский трюк. Друзья мои, аплодисменты, Вития. Ну и так, вы понимаете, здесь небольшая техническая заминка. Спасибо вам, спасибо, что поддерживаете. Победитель Бестер-шоу выставки господин Великий Новгород. Призер шоу Псковский сувенир и созвездие псов. Для награждения я приглашаю победителя прошлогоднего рейтинга Бест Рашен Док Стаса Карпова. Я буквально еще два слова по поводу этих замечательных собак. Потому что я понимаю, что у нас подготовленная аудитория, но на всякий случай. Поскольку у нас на самом деле очень необычные собаки. Вот посмотрите. Во-первых, это самая маленькая овчарка. С другой стороны, поразительный факт имеется в биографии этой породы. В Северном море, когда еще не была изобретена навигация и радиоприборы, эти собаки использовались как звуковая сигнализация. Их брали на корабли, и мало того, что они ловили крыс, так они еще долго и громко лаяли, тем самым предотвращая корабельные катастрофы. Я нигде не ошибся. Так, многозначительно покивали. Аплодисменты здесь собаке. Стас, теперь ваш выход. Здравствуйте всем. Хотелось бы сказать огромное еще раз спасибо, раз мне выпала сюда честь выйти и наградить прекрасного победителя. Огромное спасибо Best Russian Dog за всю систему рейтинговую, за этот прекрасный галужин, в котором мы можем со своими победителями, личными питомцами выйти и испытать еще раз какой-то такой заряд после наших побед. И я в прошлом году его испытал с БУЕ МОСКОБУЕ 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 НЕЛИ. И теперь еще раз, но уже в качестве награждающего, спешу наградить этого прекрасного питомца. И хочу сказать всем, чтобы, и пожелать даже не сказать, а пожелать, чтобы все испытали, все достигли, точнее, своих целей, и вышли сюда же и испытали какую-то такую гордость за то, что они достигли со своими маленькими любимыми собаками. Ну что, поздравляю. Что еще вам сказать? Все, наверное. Ну а теперь вы должны поблагодарить маму, папу, Господа Бога. Спасибо большое. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, за прекрасный галужин, за организацию замечательного рейтинга Best Russian Dogs. Также мы хотели бы сказать большое спасибо за доверие нашему заводчику, даму Баннистер, и также всем тем, кто болеет за нас. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное. Ну а победителей, естественно, ждут фотографы. Не пропускайте, пожалуйста, потому что вы обязательно должны быть запечатлены, и ваша собака тоже для истории. Друзья, поддержим аплодисментами нашего первого лауреата. Дорогие друзья, я приглашаю на красную дорожку победителя. Ура, оно свершилось. Вторая группа. Пинчеры и шнауцеры, молоссы, горные и швейцарские собаки. Внимание на экран. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В прошлом году этому замечательному кобелю покорились Кубок РКФ «Подмосковные вечера» и «Бестер-шоу Россия-2019». Призер в группе Кубка Президента РКФ и Евразии. Спасибо. Излишне говорить, что это гордость отечественной кинологии. Но вот лично для меня черный терьер уникален прежде всего тем, что эта собака может приспособиться под любви чаяния своего владельца. И вообще, мне кажется, что вот, наверное, каждому человеку очень приятно, вот в душе, может быть, это детская мечта иметь такого большого и красивого друга. Награду вручает хендлер собаки-победившей в прошлом голубой группе Юлия Матвеева. Девушки, помогайте. Я вас поздравляю. Это большая гордость быть здесь. И надеюсь, у меня все здесь еще и не раз. Спасибо. А я сейчас вам пока открою сипед. Мне очень нравится домашняя кличка этой собаки. Сарь. Да, помните, да, царь. Очень приятно, царь. А почему нет аплодисментов, друзья? Сарь. Спасибо вам огромное. Прискло, ждет вас. Да, да. Любовались бы, любовались, честно скажу. Но надо уступать эту сцену победителю группы номер три. Терриеры, внимание на экран. Но теперь у нас есть группа три, Терриеры и Девини. Исходя из моего опыта общения с собаками разных пород, я думаю, что я не поменяю породы Бедлингтон-Терриер, потому что мне нравится их характер. Мне нравятся выставки с Бедлингтон-Терриером, потому что я себя чувствую полноценным участником выставки, потому что я собаку готовлю, я ее мою, спиду, подготавливаю перед рингом и выставляю. То есть процесс просто полный. За 30 лет мне не надоело заниматься выставками, потому что мне нравится общаться с людьми, мне нравится узнавать что-то новое, мне нравится посещать новые страны и новые выставки. Ну и выигрывать мне тоже нравится. На сцену приглашается Лэншоу Вэйти Сурпрайз Эдглэр. 2139 баллов. Порода Бедлингтон-Терриер Кобелю. 6 лет владелец, заводчик, 5 лет Елена Бэкстарин. В 2019 году этой собаке покорились первое место в Бесте Кубок Президента РКФ, второе место в Бесте Кубок РКФ, второе место в Подмосковные вечера, третье место в Бесте Псковский рубеж и бесчисленное количество призовых мест в группе. Громче, друзья, не жалейте ладони. Если очень постараться хорошо себя вести, за прелестную овечку можно запросто сойти. Название этой породы относится к небольшому английскому городку. Это настоящий терьер. И пусть ни сведущих не смущает эта овечка. На самом деле про этих собак говорят, что это волк в овечьей шкуре. Ну, наверное, волк такой добрый. Вот посмотрите. Посмотрите, друзья. Давайте так договоримся. Я делаю паузу. Аплодисменты. На аплодисменты, естественно, собакам, потому, что они главные на сегодняшнем вечере. Награду вручает Валентина Попова. Девушки. Валентина. Добрый вечер всем. Я рада всех приветствовать. И каждый год хотелось бы того же самого. Леночка, я тебя поздравляю от души. Терьеры – это терьеры. Дружба, она должна быть. Я тебя поздравляю. Прежде всего хочу сказать огромное спасибо Best Russian Dog за этот замечательный праздник. И огромное спасибо всем судьям, которые имели смелость выбрать такого неплассического терьера. Потому, что сейчас все владельцы Бетлингтон-терьеров в мире могут надеяться, что их собаки могут завоевать такие же высокие места. Я очень рада за породу. Это аплодисменты пороге. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Так, ну что, не успел покинуть сцену нашу терьер, как в дверь стучится один из самых настойчивых, на мой взгляд, представителей собачьего мира. Четвертая группа – такси. Внимание на экран. Меня часто спрашивают, зачем тебе эти выставки, что такое для тебя выставки. Это же одно сплошное вложение денег. И, в общем-то, ну, зачем это человеку? Я вообще считаю, что люди, как бы, рождаются быть такими. Им нравится ботиться собаками, им нравится кормить собаку. Я, например, не люблю людей кормить, но я люблю кормить собаку. Каждый человек придет успеху, через какой-то свой путь. Вот мы будем кому-то заниматься собаками, они самоотверждаются и удовлетворяются в тщеславе, а последствием в пустоту. Вот так, умею. На сцену приглашается Норденлифт Лиса. 1926 баллов. Порода миниатюрной, гладкошерстной такс. Девочка. С умной не поворачивается. Язык назвать, но очаровашка. Три года. Заводчик-владелец Кэмблер Ирина Яковлева. В активе за 2019 год. Первое место. Белые ночи. Первое место. Белый город. Второе место на месте. Весна Кубани. И на Кубке Белых ночей. Третье место господин Великий Новгород и Смоленская крепость. А в прошлом году девять раз она становилась лучшей собакой в группе. Дорогие друзья, награду вручает хендлер, заводчик-владелец собаки, победившей в прошлом году в этой группе Екатерина Пикуль. Ну, а я по традиции чуть-чуть расскажу о замечательных таксах. Ну, во-первых, в 1972 году в Мюнхене прошла Олимпиада. И официальным символом этой Олимпиады была именно такса по кличке Вальдин. И вообще немцы считают своей национальной гордостью, как ни странно, ни овчарку, ни ротвиллера, а именно таксу. Я уж не говорю о хот-доге. Это тоже все относится к таксам. Аплодисменты. Нашим замечательным таксам. Я не пиваю. Катюш, вам слово. Катюш, вам слово. Сейчас, последний год, победа в прошлом году. Ирина, которая победила в прошлом году. Екатерина Пиколь, является заводчиком породы кролинчика, лодкошерстная такса, питомник Пикла Теккель. И владелец многофункционального центра для животных, а не ФИТ. Все правильно. Ирина, каково это быть лучшим таксам? Во-первых, прям ужасное спасибо этому рейтингу. Во-первых, он у вас очень прозрачный. Прямо прозрачный не было. Если в другие рейтинги надо подносить свои бумажки, копировать там, неизвестно, кто чужой копировал. Не знаю, как это проверяется. Мы тут все открыты, пошел подметил со мной, кто хочет. И это, во-первых. И второе, это для меня и для многих людей такая вообще мотивация. И dari все, люди, кто его watching us tonight, мы вместе в Москве в Москве celebrание Бест-шоп-надо-рейтинг. Мистер Николас Пиниеро, бобарушет то, будет идти и гранится. И теперь мы имеем группу 4, то есть 6 животных. И скоро мы увидим, что у нас есть Русские Доги. Я надеюсь, что у нас есть, но не сейчас. На самом деле прозвучало то, что я хотела услышать. Я самая лучшая такси. Дамы и господа, Ира, обязательно нужно сфотографироваться на память. Спасибо. Ой, как приятно. В принципе, я предлагаю вести как традицию. Красивые женщины выходят сюда, в конце меня целуют. Я не просил. Спасибо. Аплодисменты. Я так понимаю, что правила игры приняты. Хорошо, поехали. Ну а сейчас на эту сцену выйдет представитель одной из самых распространенных пород. Самых популярных пород. Это группа шпиццы и примитивные собаки. Внимание на экран. Итак, теперь у нас есть группа 5. Меня привлекло в породе сибирский хаски, то что это своенравная порода. Достаточно свободно. Эти собаки не привязывают к человеку. Они любят к леру. Сибиро и хаски. И подходят к вольерному содержанию одно из основных полусловий, что по собаке была так форма существовать с человеком. Надо быть честная. Какой страшный док, это была наша мечта. Мы достаточно долго к этому готовились. Это интересное мероприятие, в котором участвуют люди, владельцы и заботчики успешных собак. Для меня, как для заботчика и хендлера данной собаки, это была цель года. Который мы долго шли с кем? На сцену приглашается чудный медвежонок, бегущий к победе. Runnin' to win. 916 баллов. Порода Сибирской хаски. Камень 3 года. Владелец Елена Власюк. Заботчики хендлера. Вероника Виноградова. В 2019 году. Этот кобель стал первым в группе на России. Золотой осени и в кубке РКФ. Третье место в Бресте золотой осени у него тоже имеется. Награду вручает Ольга Агапова. Хендлер, собаки победивших в прошлом году. Владелец клуба для подготовки собак. Спорт-шоу-клуб. В общем, люблю всех собак. Но меня поразила в свое время очень интересная история. Вот, наверное, практически каждый русский человек на вопрос, тебе холодный, когда он мерзнет, скажет, замерз как собака. А канадец ответит, троисобачья ночь. Человек, который остался среди льдов и снегов, был вынужден под одну сторону подкладывать собаку, под другой бок и укрываться сверху. И вот таким образом получилось это выражение. Трое собачья ночь. Но мне кажется, сейчас до холода нам далековато, потому что, во-первых, должны быть бурные горячие аплодисменты. Ну, а во-вторых, Ольга, скажите, пожалуйста, что-то очень-очень душевное и приятное, потому что по-другому с этими собаками нельзя. Добрый вечер. Я очень рада здесь оказаться во второй раз. И я с огромным удовольствием поздравляю Веронику, владельцев, замечательного хаски с победой в пятой группе. Я знаю, насколько вы хотели здесь оказаться, и вы этого достигли. Поздравляю. Так, и где наши призы? Аплодисменты еще раз, потому что приз вручается только сейчас. Ольга, пожалуйста. Так, дорогие победители. Я уверен, что у вас есть что-то сказать. Есть. Пожалуйста. Дорогие друзья, коллеги. Хочу сказать огромное спасибо Веронике Виноградовой за ее трудолюбие как хендлер. За ее безграничную любовь к породе сибирские хаски как заводчик. Также хочу сказать спасибо всей команде, фотографам, всем тем, кто нас поддерживал на крупных выставках. Хочу сказать спасибо своей семье, всем друзьям, которые нас любят, поддерживают, переживают за нас все время. Также хочу сказать огромное спасибо организаторам за предоставленный праздник. Я тоже, просто про овощение, хотела сказать по слову. Добрый вечер. Хочу выразить также огромную благодарность Веронике, у нас повелось, что как говорится, и супруга мама является, я как говорится папа, это наш сыночек, а Вероника у нас воспитатель, тренер, хендер, которая сделала, как говорится, и делает, продолжает делать нашему мальчику выставочную карьеру, помогает воспитанию. Большое спасибо, Вероника, вы просто обязаны что-то сказать. Спасибо большое за этот лейтинг, первую очередь с организатором, как я уже сказала, это действительно была наша мечта, и благодаря нашему мальчику, мальчику собаке, мы смогли посетить большое количество выставок, чтобы оказаться здесь. Спасибо, Вероника, вы столько слов сказали хороших, я вам тоже очень благодарна за эту работу, и надеюсь, что мы тут первый, но не последний раз с данной собакой. Спасибо, обязательно, фото на память. Вы знаете, друзья, мы можем относиться, конечно, по-разному, с иронией, когда люди сюда приходят на эту сцену и говорят спасибо организаторам, спасибо собаке, спасибо, вроде как дежурные слова, с одной стороны. С другой стороны, вот я стою рядом и я вижу, что каждый из этих людей, а это человек опытный, очень сильно волнуется. И поэтому, когда я прошу поддержать вас аплодисментами, это не просто какой-то реверанс или дежурная строка в сценарии. Это на самом деле очень-очень приятно, потому что мне даже, я не могу описать вообще словами, я не могу передать, что чувствуют эти люди. Наверное, потом уже в кулуарах они вам сами все расскажут. А сейчас, я думаю, что все-таки будет у нас чуть-чуть времени пообщаться, поскольку первые пять собак уже были награждены, и время для музыкальной паузы. Теперь у меня есть небольшая музыка пауза, может быть, я могу закончить это за время, если вы не понимаете, или просто держите это здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok